Полиатлон. У этого вида спорта две разновидности зимняя и летняя. Июнь обычно становится временем, когда ведущие полиатлонисты области собираются на внутренний чемпионат. По ходу него спортсменам приходится бегать, плавать, метать снаряды. Наша съемочная группа побывала на состязаниях в заключительном виде программы стрельбе и выяснила, кого следует называть ведущей силой в полиатлоне. Сравнение пятиборья с полиатлоном можно услышать довольно часто. Но придержанцы последнего каждый раз поправляют. Данный вид спорта вышел из комплекса ГТО. И его истории чуть более 20 лет. В нашем регионе существует несколько специализированных отделений полиатлона при спортшколах. Но не везде есть все необходимые условия для тренировок. Поэтому последние пять лет областная федерация в развитии того же летнего полиатлона испытывала определенные проблемы. В настоящий момент, будем говорить, что был небольшой спад и по количеству участников, и по результатам. Но есть неплохие результаты у нас в развитии полиатлона в Котельническом районе, где работают. Это отделение детской спортивной школы. Там есть и выполнение мастеров спорта за прошедшие три года. Максим Михалицын в команде Котельничья первый номер. Придя в секцию 10-летним мальчишкой, за последующие 8 лет он вырос и по спортивному окреп. Свидетельство тому – неоднократная победа на первенствах России. Достигнув личной цели и став мастером, Михаил Ицын по-прежнему остается в строю. Хотя у него поменялись приоритеты. В полиатлоне он себя видит тренером. Советую из своего опыта соревнований. Поставлю им технику, показываю, как нужно делать то или иное упражнение, чтобы они более технично и быстро научились что-то выполнять. От соревновательной практики Максим не отказывается. Быть в форме обязывает членство юниорской сборной России по летнему полиатлону. А вот наше представительство в зимнем куда богаче. Ведь там культивируется не пять видов, а три. Совмещение лыжных гонок, стрельбы и силовой гимнастики уже принесло регионы четырех международников. Большинство вышло из ведущей на сегодня полиатлонной школы Котельнича. Я думаю, что финансирование все-таки в районе. У нас глава района, во-первых, он бывший из спортсменов. Он неравнодушен к спорту. Директор спортивной школы, он действующий бывший спортсмен неплохой. Это все способствует не бояться, не вкладывать деньги. В развитии детей. Доминирующие позиции котельничане удерживают последние пять лет. Конкуренты не дремлют, поэтому на областных турнирах эксперты признают наличие борьбы. Вот и на этом чемпионате по золотым медалям небольшой перевес оказался на стороне спортсменов из Оричей. Но в главном командном зачете они все же отстали от сборной Котельнича. Но превзошли другого давнего оппонента – кировских полиатлонистов. Роман Четверяков, Валерий Никулин, Вести Киров.